Всем привет, друзья! Это прямой эфир, меня зовут Руслан Матковский. А гость, а гость! У нас Гар Дмитриев, экс-комеди-клаб, финалист Высшей Лиги КВН и отличный радиоведущий. Когда был ваш первый поход на Баск? Вообще, наверное, 2004 год, 2005. А, прям так? Да, очень давно, да. Компликация СК еще. Схожесть, какая главная, между КВНом, ну или возьмем Камеди, например, и баскетболом. Это же все очень командная история, соревнователи, монеты. Безусловно. Даже во днем Камеди Баттл. Это командная история абсолютно точная. Зависит все от людей, которые играют у себя в команде. Если вы вместе команда, вы чего-то добиваете. А если каждый начинает играть единолично, то, конечно, результатов мало. Поэтому настоящие команды, те, кто доходит до финала, это реально какие-то коллективы, сформированные временем и проверенные. То есть, не одним турниром до этого. Правильно сказать, безусловно. Это просто конь. Добро пожаловать к нам в студию. Просто конь. Очень рады видеть. Гар Дмитриев. Гар Дмитриев. Гар Дмитриев. Здорово. Возможно ли такое, что вы проговорили момент, ты выходишь на сцену и понимаешь, что я по-другому хочу сыграть? Да, мы даже спорим так с редакторами. Они нам говорят, мы считаем вот так и вот так, и так у нас было на Кубке Мэра. Когда мы выиграли Кубок Мэра, нам тренеры говорили, мы не говорите такие вещи, это может быть обидно определенным членам жюри. А мы им сказали, слушай, это наша игра, возможно, она последняя. Можно мы скажем, как мы хотим? В жюри на Кубке Мэра сидит сам Мэр? Вот, сидит зам Мэра. И вы прям? Мы зам Мэру, прям, как раз была шутка про то, что я говорил, что в жюри Мэр Москвы, ребята говорили, это не Мэр, это зам по транспорту. Я говорил, а где Мэр? Он говорит, у него много дел. Я говорю, а ты все сделал? Это хорошо, очень опасно. Да, но мы и сказали, может быть, отношение любое, мы хотим так попробовать, дай сказать, потому что и получилось, что все сработало. Нет, ну судя по тому, что вы здесь стоите и вы еще на телевизоре, то все-таки, видимо, он как-то, ну, принялся. Еще нам дали Кубок Мэра, и мы вышли в финал, то есть вообще получается. Видимо, у зам Мэра нормально все самоиронии. Мы надеемся, да, но его показывали в этот момент в зале, не сильно-то он был рад. У нас для вас есть конкурс. Да? Да, мы сейчас с вами будем смотреть на экран, там будут появляться фотографии, и у нас очень простая задача. Определить, болеет этот человек за ЦСКА или не болеет. Давай, отлично. Поехали? Давай. Нет, это Серега болеет за локомотив. Сразу же, сразу же правильный ответ. Верник болеет за виниры. Вот, да, его сверкающая улыбка. У кого вот еще, вот кому в зубы не смотрят, Ареному, да? Ну вот, Вернику и коням. Соответственно. Болеет за ЦСКА. Соответственно, болеет за ЦСКА. Отлично. Это потрясающая улыбка. Поздравляю вас. И у нас невероятно крутая гостья. Ну, прям невероятно. Олимпийская чемпионка Анастасия Павлюченкова. Сейчас включим машину времени и отправимся в прошлый год. Олимпиада. Самый успешный год в карьере и вообще момент. Что за эмоции были? Невероятные эмоции. Мне кажется, что, пожалуй, это самое яркое достижение в моей карьере. Олимпийская медаль. И с детства, с детства за Олимпиаду, с детства всегда смотришь Олимпиаду. И как-то, мне кажется, если ты в спорте, а Олимпиада – это все для спортсменов. Спортсмены часто отдыхают, занимаясь другими видами спорта, да, отвлекаясь. Вы играли когда-нибудь в баскетбол, кроме вот когда в детстве, возможно, не знаю, тренировок. Как бы вы видели там корзину, бросали мяч, что-то такое. Ну, конечно, да. Всегда, на самом деле, очень часто, особенно в Америке, в тренажерных залах, в джимах, в отелях, у них стоят кольца. И мы прикалываемся либо с командой, либо с друзьями, когда разминаемся, мы всегда забрасываем мячи в кольца. У меня, я правда говорю, у меня не получается это хорошо делать, я не знаю, меня и природа не одарила броском, но я всегда пытаюсь, да. Но еще вот, пожалуй, баскетбол и гольф – такие виды, которые прикольно можно с друзьями поиграть. В баскетболе, особенно там для начинающих, для координации, есть упражнение как раз с теннисными мячами. Смотрите, вообще, вам нужно одновременно чеканить два мяча. И теннисный, и, соответственно, баскетболи. О, даже, кстати, между прочим, извините, пожалуйста, вот, в вашу очередь. Вот, ну, ну все, ну все, вы говорили, хорошо про чеканите. Давайте. Ну, кстати, неплохо. Маникюр, маникюр. Да, мы не можем вас отпустить всего с одним конкурсом, потому что у нас для вас подготовлен еще один. Сейчас мы будем смотреть с вами на экран, там будут вводиться фотографии, а у вас такая простая задача, казалось бы, угадать, баскетболисты это или теннисисты? Баскетболист. Да, уверены? Уверена. Торники, шингели. Так, ну? Знаю, теннисист, бразилец, Мело. Марсело Мело, абсолютно. Марсело Мело. Верно. Бразильский теннисист. Да вы отлично... Да вы в этой игре, по-моему, у меня равных нет. И у нас в гостях главный тренер ЦСКА-2. Привет, Дагвадняревич, здравствуйте, тренер. Как дела? Все, хорошо. Приятно, как любому болельщику, ты открываешь таблицу в Суперлиге и видишь, как ЦСКА все выше, выше и выше. Да, сейчас выглядит так. У нас еще 8 игр, каждый раз я нас держала. Мы с младшей командой в шампионате. Но, как я скажу каждый раз, мы будем попробовать каждую игру выигрывать. Сейчас это выглядит хорошо. Смотрим. ЦСКА-новичок, Алирик Приман, вы слышали про него? Хороший игрок этот год, там, в Турции, в Урсаспор. Я открыл одну игру вместе. Прошли годы играл в Асвелу. Хороший игрок. Вы знаете, каждый раз с хорошими игроками чуть-чуть риск, когда приходят в команду. Специально как ЦСКА. Это различный уровень, но я надеюсь, что это будет хорошее для нашей команды. Спасибо большое, что пришли к нам в гости. У нас был тренер ЦСКА-2 Петок Бедняревич. Увидимся 4 февраля здесь же в Мегаспорте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...